Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня» Это уже, можно сказать, новая программа, которая решает вопросы восстановления народного хозяйства Поскольку оно за 30 лет разрушения довольно сильно пострадало Мобилизационная экономика и национализация Коммунисты о ключевых направлениях программы партии По социально-экономическому развитию страны Мы отдали наводку правительства и так называемой рабочей группе депутатской Состоящей из 11 человек Вопросы, в общем-то, оперативного изменения данных бюджетных Почему цифры расходятся с делом? Коммунисты провели в Госдуме круглый стол Посвященный проблемам бюджетно-налоговой политики в период СВО Угроза. Угроза нависла прежде всего над теми детьми, Кто хотел бы получить полноценное, в том числе и среднее образование Не в школе, а здесь в училище Филиал аграрного колледжа в поселке Чебеньки Оренбургской области под угрозой закрытия В КПРФ настаивают на сохранении учебного заведения На сентябрьские выборы Компартия идет с новой программой Социально-экономического развития России Документ был принят на 3-м Орловском международном экономическом форуме Главные требования – мобилизационная экономика, Стратегическое планирование и национализация ключевых отраслей Подробнее о программе вывода страны из кризиса Депутаты фракции КПРФ рассказали на брифинге в Госдуме Коммунисты подчеркнули, новая программа КПРФ Разрабатывалась с учетом меняющейся внешнеэкономической ситуации И социально-экономического положения внутри страны Это уже, можно сказать, новая программа, которая решает Вопросы восстановления народного хозяйства Поскольку оно за 30 лет разрушения довольно сильно пострадало Мы ставим вопрос мобилизационной экономики Поскольку сегодня нужно мобилизовать все экономические усилия Для того, чтобы выпускать ту продукцию, которая необходима нашей стране Среди главных требований коммунистов – введение стратегического планирования Необходимы изменения и в кадровой политике Кроме того, практический рост экономики в стране Невозможен без национализации базовых отраслей Однако представители финансово-экономического блока Вновь заговорили об очередной волне приватизации Подобные шаги сегодня недопустимы, считают в КПРФ Вместо того, чтобы помочь стране Вся эта олигархическая свора Требует второй раз распродать российское государство По частям за бесценок Но вот этому вопросу нужно поставить конкретный заслон Потому что если мы распродадим остатки государственной собственности Мы не сможем управлять экономикой Потому что бизнес не подчиняется правительству И работает сам по себе Только мобилизация ресурсов И только национализация всех этих ресурсов Поможет выйти из прорыва Поможет восстановить экономику В условиях начавшейся в стране выборной кампании Особенно важно сохранить доверие граждан к избирательной системе Уверены коммунисты Но последние изменения в законодательстве Особенно в части формирования участковых избирательных комиссий Привели к множеству нарушений прав представителей парламентских партий Это немыслимое что-то происходит Мы, парламентская партия Мы имеем представителя во всех регионах Но не можем, не имеем права направить члена участковой избирательной комиссии Это абсолютно неправильно Это приведет к еще большей деградации избирательной системы Мы подготовили заявление в суд на это решение избирательной комиссии Будем судиться с Элой Александровной Панфиловой Потому что мы считаем, что постановление, которое приняла центральная избирательная комиссия Не соответствует ни Конституции, ни нашим законам Кто-то рядом с президентом создает ему проблему взять делегиметизацию власть То есть, ну если у нас 7% жильем ходит на выборы во всех областных центрах и в Москве То вы же понимаете, что 93% не ходят не потому, что они ходят А потому, что у них крайний низкий уровень доверия к избирательной системе Для изменения этой ситуации в КПРФ разработали новый проект избирательного кодекса Соответствующий пакет законов уже был внесен на рассмотрение Нижней Палаты Парламента Россия будет вынуждена принимать контрмеры в случае использования Украины кассетных боеприпасов Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Ранее США объявили об очередном пакете военной помощи Украине В который войдут тысячи кассетных боеприпасов Коротко о других новостях в стране Аэрофлот по итогам этого года планирует перевести до 45 миллионов человек Что на 11% больше показателей прошлого года Об этом сообщили в руководстве компании Увеличение перевозок связано в том числе с развитием хабов в Красноярске и Сочи В четырех поселках Туапсинского района Краснодарского края Из-за ливней введен режим чрезвычайной ситуации Нарушено транспортное сообщение Идет эвакуация населения в пункты временного размещения На месте работают экстренные службы ВТБ зафиксировал четырехкратный рост спроса на кредиты для покупки китайских машин По итогам первого полугодия клиенты банка провели около 7 тысяч кредитных сделок На покупку новых автомобилей из Китая Общий объем выданных средств достиг 12,5 миллиардов рублей Почта России запустила сервис для быстрой оплаты онлайн-покупок Для этого нужно привязать банковскую карту к почте АйДи Покупки, оформленные при помощи данного сервиса Будут доставлены в любые отделения связи и почтоматы Во вторник Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за прошлый год Представители правящей партии заявили, что правительство в целом достойно справилось с вызовами, стоящими перед страной А стандарты поддержки населения даже выросли Коммунисты с подобной оценкой не согласны О главных проблемах бюджетно-налоговой политики в период СВО Шла речь на круглом столе, организованном фракцией КПРФ в Госдуме В обсуждении бюджетно-налоговой политики приняли участие парламентарии, экономисты, представители министерств и ведомств, предприниматели Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев подчеркнул Важнейшими проблемами сейчас являются отсутствие контроля, планирования и объективной статистики Пример – результаты реализации бюджета прошлого года Если почитать заключение счетной палаты, то там почти в 7 раз увеличены сумма неисполненных расходов при наличии ресурсов Мы считаем, что в данной ситуации, в принципе, при всех рассказах о том, что парламент якобы очень плотно контролирует все процессы На самом деле мы отдали на откуп правительства и так называемой рабочей группе депутатской, состоящей из 11 человек Вопросы оперативного изменения данных бюджетных В результате, по официальным данным, худший результат реализации госпрограмм сегодня – это 95% То есть формально все прекрасно, но поверить в такие цифры невозможно Программа «Демография» исполнена на 99,8% Когда на комитете я задал вопрос министру труда категории, вы мне объясните Вот если у вас программа «Демография» исполнена на 99,8% Потратили 749 миллиардов А мы третий год вымираем, потому что за 22-й год нас на 650 тысяч стало меньше У вас что, целеполагание программы неправильное? Или вы просто заняты своим денег без проверки результатов этих вложений? Многие участники разговора говорили о недостатке планирования в различных сферах экономики Например, фармацевтики, которая входит в пятерку самых доходных отраслей в мире, но только не в России В структуре российской экономики фарма занимает 0,85% В рамках программы импортозамещения в нашей стране приоритет, упор был сделан на воспроизводство уже действующих импортных препаратов, а не на производство собственных Результат мы видим на структуре госзаказа По официальной статистике за 22-й год 53%, то есть больше половины госсредств, бюджетных средств на закупку лекарственных препаратов ушло на приобретение импортных На закупку иностранных медикаментов в год Россия тратит больше, чем на всю науку И подобные неэффективные подходы практически везде, отмечают экономисты О какой мобилизационной модели экономики можно говорить в таких условиях – большой вопрос Правительство абсолютно не следует вот этой дорогой осознания важности мобилизационной модели Потому что сказать, что она нужна, они, может быть, бы и сказали Но представлений, какая она должна быть, к сожалению, у правительства нет Поэтому они о ней не говорят Потому что правительство привыкло все прогнозировать А прогнозы эти действительно не выполняются А мобилизационная модель предполагает управление развитием экономики Участники «Круглого стола» призвали власть активнее использовать опыт советского мобилизационного развития Они также отметили важность срочного проведения серьезной налоговой реформы И, в частности, введения прогрессивной шкалы налогообложения По итогам состоявшегося разговора были подготовлены рекомендации Пакет документов направят в заинтересованные министерства, ведомства и органы исполнительной власти Китай считает неприемлемым попытки расширения НАТО Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин По его словам, итоговое заявление саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе Наполнено менталитетом времен Холодной войны Коротко о других новостях в мире Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе Объявила создание Совета Украина-НАТО Первое заседание прошло с участием украинского президента Владимира Зеленского Начало работы Совета – важный шаг в процессе интеграции Украины в альянс, заявил генсек НАТО Президент Палестина Махмуд Аббас впервые за 12 лет прибыл в город Дженин И примыкавший к нему лагерь беженцев на западном берегу реки Ордан Цель его визита – наблюдение за процессом восстановления города, пострадавшего в результате спецоперации армии обороны Израиля Аэропорт Путаиси западные регионы Грузии затопило из-за сильных дождей В результате стихии затруднено движение транспорта Ветром повалены деревья, жертв и пострадавших нет В Исландии извергается вулкан Фаградаль-Сфьядаль Власти призывают местных жителей не ходить к месту происшествия, поскольку там могут накапливаться вулканические газы Отмечается, что извержение стало третьим за последние три года Неопределенность – именно так можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в поселке Чебеньки Оренбургской области Где находится филиал Оренбургского аграрного колледжа Весной появилась информация, что его закрывают Областное министерство образования информацию опровергло Коммунисты взяли ситуацию на контроль Их последний визит в Чебеньки подтвердил Определенности в дальнейшей судьбе колледжа больше не стало Подробности в нашем репортаже У нас беда Как учебный корпус, так же общежитие нас закрывают У нас учатся дети особенные, дети ОВЗ, которые имеют проблемы со здоровьем Таких детей у нас много У нас четыре группы таких детей и две группы электриков Но детей на основании того, что есть предположение, что общежитие признано аварийным У нас забрали Это обращение коллектив филиала Оренбургского аграрного колледжа записал весной После визита специалистов, которые признали здание непригодными Ситуацию взяла на контроль депутат Госдумы, коммунист Нина Астанина Она посетила поселок Чебеньки Дело в том, что весной прошлого года, что называется, потекла крыша Но до сего момента никто решений не принимал И вдруг к себе приезжает некая экспертная группа Представляющая некое ОО И дает заключение о том, что это знание аварийное, непригодное для проживания Весной Нина Астанина направила депутатские запросы в профильные ведомства Отреагировала прокуратура Оренбургской области В работе филиала колледжа были выявлены нарушения В отношении директора возбуждены административные дела Областному Минобразованию вынесено представление Визит в Чебеньки депутат начала с осмотра общежития И оценила состояние помещений Филиал Оренбургского аграрного колледжа в Чебеньках Один из лучших в районе Большая часть выпускников местной школы продолжает образование здесь Получают профессии портного, повара, электрика Сейчас общежитие пустует Студентов вывезли Сейчас решается вопрос о ремонте общежития О дополнительном обследовании проведения Дабы подтвердить либо опровергнуть предыдущую экспертизу Нина Астанина встретилась с педагогами и руководством филиала Обсуждалось, что необходимо предпринять для сохранения образовательного учреждения В КПРФ намерены поднимать проблему на федеральном уровне Мне очень хочется, чтобы забота государства не стала для вот этих вот детей Ну, знаете, показной заботой Чтобы они ощущали это не только в Москве, не только в Оренбурге, но и здесь в Чебеньках С нашей точки зрения подобные вещи недопустимы Вполне себе пригодное к тому, чтобы дети проживали и учились в этих зданиях Оно искусственно признается аварийным Главные новости и ежедневные программы нашего телеканала смотрите на сайте airline.tv А я на этом прощаюсь с вами Всего доброго, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова